В сфере малого бизнеса, смотрите, у нас идет сокращение пандемии, понятно, доходы населения, понятно, идет у нас снижение оборота торговли. Мы приводим цифру, что у нас 6,6 миллиардов рублей в год назад в отчетный период 2020 года, и прогнозируем увеличение оборота торговли, ссылаясь на увеличение доходов населения, ежегодные доходы населения по вашему прогнозу будут составлять 2%. Реальные доходы, да, в практике указано? Да. Поэтому, смотрите, ситуация по пандемии в год вводится и так далее, да, бизнес тонет, говорят, что спрос идет на товары, на услуги, да, мы видим это все в социальных сетях, это первый фактор, который отрицательно повлияет на поддержку бизнеса. И все-таки на чем базируется у вас тоже ваше мнение, что из 6,6 миллиардов рублей в 20-м году, мы на 84 миллиарда рублей в 24-м выйдем, при устойчивом оборота торговли, да, и реально располагаемые доходы, 2% это недоходных доходов, объем доходов населения. За счет чего оборота увеличится? Доходы у нас практически стабильны. Ну, 2% это, так, не о чем можно сказать, да? Как же миллион, 2%? Да. Дальше, пандемия в Кваркове, это ограничительные меры. Для бизнеса вход в крупные торговые сети на территорию нашего муниципального образования, что тоже ограничивает деятельность студентов малого бизнеса местных наших, да, тоже мы это все прекрасно понимаем за счет ценовой политики. При этом мы ставим значительное увеличение на 1,8 миллиардов рублей, рост оборота торговли, вот как-то самительная цифра. Я привел аргументы, к чему я сомневаюсь, и почему такой рост мы прогнозируем при этих обстоятельствах. Ну, в любом случае у нас малый бизнес развивается, то есть участвует в муниципальных закупках, то есть даже комфортная городская среда, вот проект, как бы, в крылу, как говорится. В муниципальных закупках это требование закона, понятно. 25% от 2022 года увеличено, то есть, как бы, да, но мы же пользуемся услугами малого бизнеса, и они в производстве себя заявляют очень хорошо. Я про оборот торгового спрашиваю, не про малого бизнеса, а торговые 6,6 и 8,4 миллиарда, при том, что показатели, которые назвала, они не лучшим образом выглядят, а рост на 1,8 миллиарда прогнозируется. Сергей Александрович, смотрите, по торговле вообще, кстати, по краю было снижение 6%, по городу Назарова всего, ну, целых 0,8%, то есть не такое большое снижение в торговле все-таки у нас было. Поэтому я не могу с вами согласиться, что мы не достигнем этих показателей 8,4 миллиарда. Я не говорю, что показатели неверные, я просто сомнение высказываю о росте оборот торговли при тех условиях, которые я назвал. Дело в том, что если все-таки зафиксировать маленький процент снижения 0,8 именно по торговле, это дает основание, это было в пандемии, то есть, как бы, мы все равно пользовались, то есть, в магазины ходили все, может быть, мы услуги не все получали, сократилось, да, в общепит мы не ходили, хотя общепита у нас на территории не так много, и, кстати, снижение по нему тоже было меньше, чем по Красноярскому краю в целом. Поэтому я считаю, что торговля, она всегда пользовалась спросом, и объемы торговых сетей нисколько не уменьшатся, даже это не по индивидуальным предпринимателям, у нас вообще-то торговые сети же зашли. Вы считаете, я же разумею, как я не считаю. Вы должны в чем-то ответить. Вот есть данные, что есть, есть прогноз, у вас на 1,8 градусов увеличивается с тем-то, с тем-то, с тем-то. Я привез показатели, поэтому я сомневаюсь. Вот я четко назвал первый критерий, второй критерий, третий критерий. Подвергается к этому сомнению. Вы говорите, вот по моим оценкам, вроде продукты мы берем, мы тоже берем. Вчера я ходил, брал, ничего не взял, тысячу отдал. Четыре вида товара, тысяча рублей. Но рост цен же. И каждый день мы уходим, кефир, молоко берем, все мы берем. Кантрифраген. Ну и что-то прогноз такой, за счет роста цен. Причем приличный рост цен. Мы тоже понимаем это. Я про это все и говорю. На чем воздействует у нас положительное отношение и влечение оборота торговли. Для торгово-развлекательных центров у нас, не знаю, к счастью или к сожалению, или к счастью все-таки для нашего города, то есть у нас торгово-развлекательных нет. И торговые сети у нас сегодня функционируют в том же режиме, но в обычном. Жесткое ограничение было у нас в прошлом году, когда действительно закрывали, пока переходили и начинали учиться, как работать в таких условиях. Да, там был вот этот период, два-три месяца, когда резкий спорт тогда и произошел. У нас продовольственные работали, а все промышленные и прочие виды товаров, они не реализовывались. Но на сегодня у нас доступ есть во все магазины, ограничительные меры, масочный режим и прочие. Только эти ограничения, а в принципе сети у нас открыты. То есть торгово-развлекательные, на которых наложено сегодня введение QR-кода и прочее, пока да, но при этом мы же составляем прогноз. Я не могу сказать, что самое оптимистичное мы делаем, но я не думаю, что мы должны планировать в связи с вакцинацией большим объемом лечения, тем более у нас уже вакцин под 3-4 вида разрабатывается, и объемы вакцинации увеличивается в населении. Мы же не можем сопрогнозировать, что у нас еще меньше упадет, мы вообще все сядем дома. Мы же все-таки думаем о положительном моменте. Соответственно, прогноз у нас строится без, так скажем, негативных этих последствий. Если они все-таки, конечно, произойдут, ну, естественно, и прогнозы будут корректироваться, а отсюда, естественно, и доходы муниципального образования.